Короткий вопрос. Байден назвал Путина убийцей. Скажите, пожалуйста, Юрий Борисович, Путин убийца? Ну, конечно. Причем сериальный, как это называется в американских этих самых, serial killer. Или серийный, да. Серийный убийца, безусловно. Хочу вам задать вопрос насчет Байдена и Путина. Это крайне важный вопрос, который не дает покоя у нас многим. Ситуация со стороны смотрится таким образом. Сначала Байден Путина ударит, потом прижмет к груди, потом опять тут же ударит, опять прижмет к груди. Что там происходит на самом деле? Вы знаете, это политика, которой лично я выстрадал. Я тоже наблюдаю за этим 20 лет, начиная с развала Советского Союза. Я приехал сюда в 93-м году, через два года после развала Советского Союза, кстати, которому я присягал. Той страны, которой я присягал, уже не было. И вот я наблюдаю за этим уже почти скоро 20 лет. И меня поражала вот неспособность всех этих демократических, республиканских администраций США на какие-то здравомыслящие, что ли, отношения с Россией. А это очень просто. Вот представьте себе квартал, 96-й квартал в Урюпинске. Там есть участковый, который должен следить за порядком. И там есть один гопник, который вот вечно что-то с ним делает. И вот ответ. Вот ответ. То есть с ним надо разговаривать. Его нельзя забыть и не обращать внимания, потому что он бог знает, что там натворится. Надо с ним общаться, но строго. И каждое преступление или проделка, которое он осуществляет, не должны оставаться безнаказанными. В уголовном праве есть такой принцип. Лучшая превентивная мера против будущих преступлений – это неотвратимость наказания. И вот отсюда следует то, что делает прав. Бать. С одной стороны, он дает ему морковку, типа, возможной встречи в верхах. Но это тоже еще та морковка. Это ежик в тумане, я бы сказал. Потому что это еще вопрос, будет ли она или не будет. Большой еще. Но для него, для Путина, это морковка. А с другой стороны, это стратегия вовремя данного подзатыльника. Что-то натворил – получи. Еще что-нибудь натворил – получи. Ничего не творишь. Хорошо, поговорили. Но там, где нам это интересно, всему миру интересно, не тебе. Опять что-нибудь натворил – опять получи. И я думаю, что это единственная возможная стратегия. Но здесь очень важно, что реакция на так называемые проделки, а проще говоря, преступления Кремля, должна быть быстрой и неотвратимой. Подзатыльники должны сыпаться регулярно. Тогда они поймут. Короткий вопрос. Байден назвал Путина убийцей. Скажите, пожалуйста, Юрий Борисович, Путин – убийца? Ну, конечно. Причем сериальный. Как это называется в американских этих самых. Сириал келл. Или серийный, да. Сирийный убийца. Безусловно. В этом сомнений нет. Ну, во всяком случае, я участвовал в процессе в судебном Лондоне по поводу отравления убийства Литвиненко. Там было в судебном порядке доказано, что заказчиком этого преступления, этого убийства, был Путин. То есть это закреплено в иностранной судебной инстанции. То есть, ну, это был не совсем полноценный судебный процесс, поскольку с российской стороны подозреваемые отказались в них участвовать. Но, тем не менее, это инквест так называемый. Его достаточно для того, чтобы объявлять человека через Интерпол в розыск и ставить его на красную карточку, как только он покинет свой пост. Вот, кстати, одна из причин, почему он не может. Помните, как в фильме «Кавказская пленница»? Товарищ Руберн, он не может сесть. А этот не может сойти со своего поста. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса. Вы знаете, это красивый... Владимир Александрович, молодец. Это красивое заявление, красивое предложение с точки зрения пиара, прежде всего. Но, к сожалению, оно имеет мало шансов на конструктивный отклик со стороны Кремля. Потому что мы должны ясно понимать природу. В чем проблема Украины в глазах Кремля? Не в том, что там кто-то что-то нарушил, или там какая-то мифическая гражданская война, или кого-то там обидит в Крыму или на Востоке. Проблема в том, что природа России не меняется столетиями. Как писал русский поэт известный, Россия – это страна рабов, страна господ. И они к этому привыкли. И их бесит, когда через границу к югу от их страны рабов и господ. Есть народ, который хоть не хочет быть рабом, он хочет быть свободным и жить так, как ему нравится. Это не устраивает Кремль на чисто инстинктивном животном уровне. Не знаете, как это у собаки Павлова инстинкт. Вот он видит эту Украину, ему хочется укусить или залаять, по крайней мере. Во-вторых, они не могут опустить свободной, процветающей Украины по стратегическим проблемам, по причинам. Потому что существование процветающей, свободной Украины рядом с границами России швёт соответствующий месседж россиянам. И рабы могут тоже проснуться когда-нибудь, взять вилы и выгнать этих несчастных с их дворцов. Поэтому у Украины есть только два выбора. Первый – это пойти в ярмо к этим господам из России. Или второе – защищать себя. Защищать себя можно, и я считаю, что хорошим примером может служить Израиль в этом плане. То есть Россия может остановить от агрессии в отношении Украины только одно – неприемлемый ущерб. Это не значит, что Украина должна иметь трёхмиллионную армию, быть вооружёнными тысячами новейших танков, Абрамс и так далее. Посмотрите, как Израиль решил этот вопрос. Они тихо создали. Вернее, как. То ли она есть, то ли нет. Но все верят, что она есть – атомная бомба. Я вам напомню, что Украина была центром производства лучших ракет стратегических средней дальностей во времена Советского Союза. Я считаю, что несколько ракет СС-20, которые свободные, я считаю. Кстати, два экземпляра есть в Украине. Я это точно знаю, могу указать, бери имя. Несколько ракет СС-20, собранные на Южмаши, а также грязные, я подчеркиваю, да это даже не нарушение будет Будапештского меморандума, а грязная боеголовка, которая может быть донесена этими ракетами до Москвы, и донесение до сведения кремлёвского генштаба, что мы будем, примем такую ядерную стратегию, как это было у Советского Союза. А у Советского Союза она была такая. Вы нас атакуете первыми, американцы, мы наносим удар по городам. Приемлемая стратегия Украины. Вы нас атакуете, мы наносим удар по вашим ядерным объектам, атомным станциям. Вот и всё. Потому что это вопрос выживания нации. И это вот, как говорят американцы, у них есть выражение «дунсдэй», то есть это оружие судного дня. Вот это единственное, что может обеспечить долговременную безопасность и независимость Украины. Я так это вижу. Может ли дойти до такого, что всё-таки Путину устранят? Это неважно. Не обязательно даже физически, но как бы вот всё. Надо переформатировать игру. Абсолютно. Абсолютно. Вот как это может произойти? Вы всё-таки в этой системе волей-неволей были. Вы понимаете, как это работает. Что они сделали? То есть это какой-то план тактический. Ну вот мы его огораживаем всего, мы создаём вокруг него вот этот муниципальный шлейф. Он занимается, так сказать, выпуском перчаток или там, я не знаю, с помощью ствований, там, неимущим и так далее. Он не лезет больше вот в сферу геополитических стратегий. Мы ей занимаемся сами. А если лезет, ну, тут, как говорится, без суть. Либо пенсия с подтяжками, как у Хрущёва, либо уж, значит, лежишь после инсульта, а мы спрашиваем, как? Если он чуть-чуть спит, спит, не подходи. Ну да. Вот как? Вы нам расскажите, как это вот работает. Смотрите, значит, есть два пути. Как американские копы говорят. Мы можем это сделать легко или можем это сделать болезнью. А, прекрасно. Значит, легко. Вот его бросили на бытову. Он обрисовал все эти планы и так далее. Подсчитали любопытные люди, сколько нужно денег на вот эти амбициозные программы, якобы амбициозные, которые объявил Путин. где-то порядка 450 миллиардов рублей. 450 миллиардов рублей это, значит, поступление в бюджет за первый квартал этого года. То есть, это мелочь, это пыль. Это, наверное, меньше, чем стоимость вот этого манёвра войск вокруг украинской, украинской границы. О чём это говорит? То есть, его бросили на бытовуху, а деньги не дают. То есть, и даже если бы дали, всё равно бы я вам голову на отсечение даю. Вся история Советского Союза показывает, кто занимался бытовыми проблемами и сельским хозяйством, обречён на провал. Он провалится. Ну, скажут опять, ну, вот видите, он ещё и этим не... И здесь он не справился. То есть, ненависть народа к своему правителю, когда больше всего, к кому она... Кому она больше всего возникает быстрее всего? К тому, кто занимается его бытовыми делами и не справляется. Его посадили туда, где грозья народного гнева должны на него сыпаться. Вот. Поэтому по прошествии где-то полугода-годик скажем, старенький уже, да, со здоровьем видя, плохо, с работой не справляется, выступит Патрушев или кого-нибудь там с лицом более меняемым выберут, обратиться с народом, скажут, ребята, вот мы надеялись, что он вам поможет, а он не помог, поэтому надо его убирать. Взяли и убрали. Это, так сказать, лёгкий путь. Ну, а второй, я думаю, над этим сейчас тщательно работают. Вот если мы отмечали, что сейчас получилось как бы два лагеря и за одним лагерем вооружённой силы плюс ГРУ, как часть вооружённой силы, другой стороны ФСБ. Какое тут соотношение сил? Возьмём даже ГРУ и ФСБ, потому что вооружённые силы в государственных переворотах ракеты не участвуют. То есть ГРУ и ФСБ. Значит, по поводу ФСБ я неоднократно у вас говорил, что это такое. Это в значительной степени корпорация по зарабатыванию денег. Ну, справедливо, да. То есть они в военном смысле недееспособны противостоять полноценной и не будут. Не то, что военным. Я вам скажу, вот на моих глазах это происходило. В 89-м году Кричков даёт указание, что мы, то есть комитет... ...в целом и разведка в частности. Начинаем строить нашу бизнес-империю. Нам было поставлено задание образовывать совместное предприятие с зарубежными странами. То есть нашему подразделению с американцами. Всё. Вот сегодня это прозвучало, на следующий день разведка рухнула. Потому что каждый начальник начал себе создавать синякуру. совместное предприятие, а занимались оперсостав и так далее. Тогда вышло каких-то там несчастных сотня тысяч, миллионов и так далее. Сейчас миллиарды. То есть управлением тех денег, которые находятся в распоряжении ФСБ, это полный рабочий день. Ну вот я... если вы хотите внешне понять, что это за организация, вспомните дефиле Геленвагенов. Да, конечно. Мы помним прекрасно эту историю. Вот, вот, вот. То есть в силовом плане это люди коррумпированы и они не способны на силовые операции. но у них есть сильная вещь, которая называется агентура. Вот они будут пытаться через агентуру решить свои вопросы, в частности с Путиным. И думаю, что очень большая работа сейчас ведется в плане возбожной вербовки человека, который находится в ближайшем окружении Путина. Повар какой-нибудь, уборщик. Который может если что в нужную минуту отравить или, так сказать, произвести оперативное действие, которое приведет к искомому результату? Да, что делает Путин и что делает Шойгу? Вот ГРУ, посмотрите, ГРУ, это немножко другая история. Посмотрите на этих двух шпилей. Ну, это это вообще. Ребят берут из тьму таракани, не из Москвы, на черных Геленвагенах, из тьму таракани, то есть я даже не хочу называть имя с тем словом, которым можно назвать это место. Мы догадываемся. Никаких перспективов человека в жизни вообще нет, жизнь потеряна, он родился и уже жизни нет. И тут его переводят в Москву, убей, получишь квартиру 120 метров. Он убивает, получает, плюс еще звание полковника. Убей, или получишь генерал, или взорви. Он взрывает и получает генерал. И вот там возникла такая когорта, которая из ниоткуда, из вот этой, которую мы не называем, того места, и вдруг он стал в хорошем районе, шикарная квартира, машины, генеральские лампасы и так далее. Поэтому они должны быть благодарны, они еще не коррумпированы. Это служаки. Но у них есть проблема. У них плохо с мозгами. Они тупые. Они тупые. И это традиционно. Таких людей еще в Советском Союзе называли сапоги. Да, да, да. Емко она характеризовала интеллектуальное потенциал. Поэтому так это и будет. С одной стороны Путина будут закапывать через бытовуху, которую теперь руководят. А с другой стороны искать ему физические подходы для того, чтобы можно было провести окончательное активное мероприятие. Но вот цель этой группы она в чем? В том, чтобы продолжить вот эту внешнюю линию на конфронтацию с Вашингтоном, с западным миром. Цель захватить просто власть для того, чтобы управлять всем уже и без оглядки на Путина или там на другие группы. Ну, то есть, одних убить и забрать все их имущество. Огрубим это все. Или же цель такая, что понимание, если не совершить эти действия, то вообще все сложится, как говорится, так уже было. Соответственно, в начале 90-х, вот чтобы избежать этого, то есть, это вопрос уже, ну, типа Путин уже не понимает, к чему все идет, мы понимаем и надо спасти хотя бы себя, если он себя спасти не может. Вот какая из этих вот целей, вот этой части, оспаривающей Путина, да, желающей оперативно контролировать все и при возникновении опасности просто устранить его как негодный элемент, она какая их цель в конечном итоге-то? Чтобы осталось все как есть или же наоборот жестче стало? Я понял. Вы знаете, это опять-таки одно из давних стратегических активных мероприятий, а фактически стратегическая дезинформация общественного мнения внутри страны и за границей. О том, что вот в Кремле сидят люди, которые обуреваемы идеей какого-то там исторического реванша, восстановления Советского Союза, вот он ночью не спит, да, он забыл о своем дворце в Геленджике, который плесенью покрылся и остальных 21 дворце там и так далее. Все это я вам должен доложить на основании моего опыта. Это полная фанера. Это совершенно не соответствует действительности, потому что, обратите внимание, Гитлер был обуреваемым идеей восстановления Германии после Версальского и он это стал делать немедленно после прихода к власти, немедленно. Более-менее они поправили социальную ситуацию в стране, накормили голодных, а уже через два года в 95-м разрыв Версальских отношений, перевооружение Германии и так далее, немедленно. Посмотрите на эти 20 лет прошедших, когда они обратили внимание на чем они занимались, они сначала укрепляли власть, потом они грабили глянды, создавали себе эти самые медиа-империи, строили себе дворцы в яхты, а потом, когда это все уже оказалось, ну чего, надо нам, вот как братки в начале 90-х, когда у них появились первые деньги, что они сделали, они все купили малиновые или розовые яркие, все первые пицаки, водолазки, толстые цепки, так вот это и разговоры о том, что Путин и Патрушев обуреваемые идеи исторического ряда, это вот эти малиновые пиджаки, нифига этого нету, их интересует только свой карман, это психология ну воришев, это психология людей, которые сегодня из грязи, князи в течение совершенно короткого пробежутка времени, поэтому они боятся, что Путин утопит их вместе с собой, то есть третий вариант, а в принципе да, что Путин утопит их вместе с собой, и я очень подозреваю, что они могут попытаться вести закулисные переговоры, вернее как пустить их, допустить переговоры с ними, эта администрация по крайней мере сейчас вряд ли согласится, но я уверен, что эта мобилизационная как ее называете группа пытается довести до администрации по этой идее, что Путин стал опасным частью общего мира, вот посмотрите, последние маневры в Украине и так далее, его просто надо убирать от власть, а мы здравомыслящие люди, мы будем вести себя цивилизованно, обратите внимание, после того, как не стало Йосифа Бестареновича, кто стал самым демократичным человеком в советском руководстве, Лаврентий, Палычи, Берия, 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 прямо демократ, либерал, да, людей начал выпускать стюр, он сказал нам, он сказал нам, что надо с Югославией наладить отношения, стита и так далее, совершенно верно, он сказал, не надо нам восточная Германия, пусть Германия объединяется в одну, и пусть она будет независимая, демократическая, независимая от нас, ну, просто голубь мира, это Горбачев был, на какой-то нескольких, нескольких лет до того, понимаете, то же самое могло бы произойти, если бы вот Путин, Путина убрали, появляется Пантрушев, и тут оказывается, что Патрушев это вот самый человеческий человек в этой стране, да, поэтому, нифига там нету никакой опасности, вернее, как, они трясут это для того, чтобы достичь свои какие-то шкурные цели, добиться своих, удовлетворения своих интересов, но на самом деле это вот голый, голый барыш, кошелек, яхты, дворцы, там и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok